Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет, вторая за эту неделю. На этот раз в вечернем эфире. И сегодня в гостях у нас главный редактор онлайн-журнала «Сатори» Хенрикс Элиас Зегнерс. Сфейкс. Сфейкс. Привет. И я хотел бы напомнить также, уважаемые радиослушатели, что вы неотъемлемая часть нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира, участвуйте в наших дебатах. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. Вы также можете посылать информацию, свои сообщения и размышления на номер в WhatsApp и SMS по телефону 2061-91. Мой коллега, звукорежиссер Родион Золотарев, обеспечит сегодня наш эфир. Мы сегодня будем говорить в несколько усложненном формате, но этот формат поможет нам найти общее. В данном случае мы поговорим на темы критического мышления, о том, как его развивать в Латвии, каковы наши общие проблемы с точки зрения, допустим, отношения к европейской культуре, где мы находимся, являемся ли мы частью западной культуры. И сегодня мы говорить будем на двух языках. Наш гость предпочел сегодня говорить на латышском языке. Вопросы я задавать ему буду на латышском, но перед этим эти вопросы прозвучат на русском языке. Когда мы услышим ответ нашего гостя, я переведу его в формате такого, скажем, сокращенного варианта обобщения на русский язык. Мы нередко занимались подобным форматом, и он, в принципе, позволил нам услышать то, что гости готовы нам сообщить. То есть у нас первая с тем, что у тебя есть, что, может быть, нет лиха слуха петь журнала биографии, или ты можешь это из-заставить прежде? Я попросил нашего гостя коротко представить историю журнала Сatori, который, насколько я могу судить из интернетных ресурсов, по Ивелсу на света в 2003 году. Лучка. Да, ну так, сatori.лв это интернета журнала, который в день публикает ракстус по культуре и то, что отбедрива. Это безмакса ласка журнала, что издает бедрива асцендума, не волстская организация. Лидц за то мы несем коммерческие медиа. У нас курс пишем ракста культурой рекпсимизи. Лидц для вкус и он отср 18 отбедрихи нас вас ли word în сатуру, который может вести сабьедрить, которая эмпатизна, пилсонански актива, изглитета и думающая. Попытаюсь это перевести, но в качестве обобщения. Итак, интернетный журнал Satori.лв это журнал, который существует в киберпространстве, публикует свои статьи в основном о культуре и о том, что происходит в общественной жизни. И, скажем, основа этого журнала это инициатива неправительственной организации Ascendum. Таким образом, журнал Satori является некоммерческим СМИ. И в качестве жанров, которые публикуются в этом журнале, это рецензии на всевозможные культурные события и мероприятия, это мнение, это исследовательская журналистика, это также анализ культурных процессов. И цель и миссия журнала это создавать такое содержание, которое способствовало бы появлению или развитию эмпатии в обществе, гражданского участия, чтобы Латвийская общество становилось граждански активным обществом. Лидц там мэс публикаем дайдлитературу, лейкматичу латвийскую литературу, публикаем дайдлитературе, дайдлитературе, ары. Среди тех областей, которыми журнал занимается, также публикация современной художественной литературы на латышском языке, это поэзия и проза, также публикуются и создаются дискуссии, интервью. Помимо этих мероприятий и, скажем, ресурсов в интернете, происходят и события и мероприятия как бы в физическом пространстве, к сожалению, пока что из-за пандемии это на какой-то момент остановилось. Палдействую паршу ИСУ журнала биографию, спасибо большое за краткую информацию о журнале. Тагат манс яутаймс ир, я мэс рунату пар журнала, теиксим, шьем 17 гадьем. Та дады нотеекти prioritетес, маиньи, 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 стемпс, рокрагстс, памат мэрķи заглабаис, bet дaudз, kas нācis, вели клат. Кас, иснīбā, маиньи, маиньи, кася, импулси, vai ir кауди notикуми, procesи, таза нospедумс, петит то, мусос, а рамумс, нотеек педејо 17 гадос. Я спрасила о том, миуалисли приоритети, направлении и цели за эти последние 17 лет существования журнала, и какие были факторы, которые способствовали, может быть, смени или изменению направлении журнала? Я, ну, пац журнала сакумс, атiecīgi 2003. гадам, ир вайрага саистīтся tieши ар дайвлитературас паузи, ирлитературас, 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 Музы publicитая сатурс, он ноклистит ар-вен-вайраку человеку, он просит ик-паприди, ар-вен-вайраку дискусию, и я думаю, что это действительно носпеда, который мы можем видеть и как мы можем видеть, потому что мы можем видеть саруну и информировать это лидзейкл, как мы можем видеть сассказать. Попытаюсь для наших радиослушателей представить краткую версию этого довольно детального ответа. Итак, начиная с 2003 года, когда журнал был создан, одной из целей являлась, скажем, публикация художественной литературы на латышском языке. В то же время журнал создавался и задумывался как форум активных молодых людей, социально активных людей. И во многом, конечно же, как это бывает и в разных редакциях, периоды работы и, скажем, развития журнала были связаны с изменением руководства. С прошлого года наш гость Хенрик сам стал главным редактором журнала и он видит, что журнал находится в постоянном состоянии роста и редакция развивается. И он отметил, что, скажем, что касается информации о культурных процессах в латвийском обществе, то, пожалуй, Сатори один из популярнейших СМИ около 70 до 80 тысяч уникальных просмотров в месяц. И наш гость отметил, что содержание, скажем, журнала все больше и больше доходит до, скажем, потребителей. И это и есть тот отпечаток или след, который журнал хотел бы оставить. У нас есть один звонок. Пожалуйста, надень наушники. А, наушники тоже надел. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Да, добрый вечер. Я могу задать вопрос, да? Да, конечно, пожалуйста. Послушайте, такой вопрос. Я не знаю, по теме, не по теме. Что делать, если приходится очень много работать и не удается много времени уделять детям? Но у меня две работы. Одна работа, скажем, с утра до пяти часов на ферме, а вторая работа на себя, как индивидуальный коммерсант. И там, где я работаю на второй работе, я создал все условия для того, чтобы дети могли быть со мной. Тут и интернет, и телевизор там. Но они не хотят категорически ехать. Вот сидят дома своими гадами. Чем они занимаются? Они все в компьютере, да? Ну, в компьютере там, или, скажем, сын больше в компьютере, дочь, она может еще чем-то заниматься там. У нее есть домашние питомцы свои, да. Но я им говорю, послушайте, ну, приезжайте ко мне, мне веселее будет здесь. То есть, какая разница, где вам сидеть в компьютере, в конце концов, дома или рядом с моей мастерской, здесь есть все условия. Ваш вопрос связан с тревогой за то, что они не читают? Мой вопрос связан с тем, что я не могу им уделять, ну, вот, не могу, значит, бросить работу и с ними проводить время, а они со мной время проводят, не хотят. Спасибо. Вот почему. Они не хотят, ну, как бы, поменять, так сказать, свою дислокацию. Спасибо большое. На самом деле, если бы мы знали на это ответ, мы могли бы помочь, но... Это у вас есть дружинка, целиком. Ну, это запрет, это запрет, да. Мы динамся, то, варбут, пар формулы, это кодка, попытаемся немножко, может быть, не то, что переформулировать, это было бы неправильно, но, скорее всего, каким-то образом конвертировать, может быть, этот вопрос в нашу сегодняшнюю тему. Вы существуете в интернетном пространстве, не, я так скажу, редакция поставит не по интернету. Интернет, он, текст, текста, спея поставит, льот, льот абстракт, это очень абстрактный вопрос, уважаемые радиослушатели, если вы еще у аппарата, и слушайте нас, я попытался, как я могу сделать, я садачу вопросу по поводу интернетного пространства, что человеку, по-другому, пар цивеку домашнему, transformацию интернета, я так же, я думаю, что, как бежи, как эти бэрни, а рейтинги, они, как-то, как-то, изслегти, или, как-то, веида, отстумти, и так, не, так, как-то, бэрну атрибива, как-то, не обзинать, как-то, как-то, не будет копаться. Вместе с тем временем, у нас были вакару, и у нас не было ни разу, а у нас не было ни разу. Вместе с тем временем. Ну, я думаю, это очень-очень очень-очень очень-очень, что человек и бэрни поводят на интернет. Да, тя, тя, это лето, но это я думаю, что это нет, что мы с этим видео это делом, мы сядем с nationalist, что мы вернемся на то, Да, ну, давай, ме с этим, я не знаю, ютуба, когда я ниже и как-то изслабляю, или как-то изглечев ясно, или не, и успею, есть, да вся. Вместе с тобой впред Nicole с трудом, а, а также позже от текута. Звана, звана, зване, издобая, не было. Я, ну, миру, там, это слēговка, это ше, что это я, это идиот. У нас есть один, антидин, а также нас есть одни, антидин, и премиями у тех, когда, ну, Ну, ко тогда, например, ше бэрни шея лаеку дара, или нет? У лидцов, те кто-то, те кто-то, меди-пратиба, ко мне кажется, это все популярные тематы, про то, что мы спешим отчерти, а то меди, ко мы потеряем, и то, что мы ласим, или что-то, что мы потеряем интернет, или это, например, квалитатист, или мы спешим отчерти не квалитатые сатуру. Лидц там, верьезно, что виспотражнение digitалий из патерини, и да, я думаю, что есть свобода, и уменьшить от цитих, и думать про себя, и уменьшить, что мы скатим, и кто-то, Испējams, отрест, manuprāt, ļoti daudz dažādās валodās, то старp arī ļoti daudz, manuprāt, skaidri saprotams, ka vairāk Krieva валodā, ne kā Latviešu валodā, gluži vienkārši, saturi, kas ir gan izklaidējošs, gan, piemēram, izglītojošs. Un tādā gadījumā, es nezinu, var mēģināt atrast kaut kādu kopsaucēju, teiksim, arī ar tiem pašiem bērniem, ko viņi skatās, paskatīties to pašam un tad runāt par to, jo, lai arī mēs balansējam starp īsto dzīvi un virtuālo dzīvi, gluži vienkārši, godīgi, cilvēciska saruna, šā vai tā ir vispatiesākā komunikācijas forma, manuprāt. Nu štoš, ja predstāvļu našiem radioslušatījiem versiju našava goestja ir sveibraznēja atvietna zvanoka našava radioslušatīja. Dīstīt, mēs provodījām sliškam mnogo vērēmiņi vīternētī, i nāda, jābūt šitūr, no vokršam, šitā pā pācījām? Žiem li āmēs tam šitā pācījām nowā, šitā pācījām, нам новую информацию, и это образовательный материал, или же это все-таки развлечение, например, в Ютубе. И наш гость предлагает следующую довольно простую, но сложную версию – это разговор, ибо разговор есть ключ к решению проблемы, что делают эти дети, когда они находятся в интернете, каково качество того материала, который они смотрят. И наш гость упомянул также и понятие медийной грамотности, это довольно сейчас широко употребляемое понятие, популярное, и вопрос о том, как отличать качественное содержание от некачественного содержания. И, в принципе, совет – говори с детьми о том содержании, о тех каналах, которые они смотрят. И на русском языке довольно много ресурсов, которые могут быть и образовательными, и развлекательными одновременно. И, может быть, они могут пригодиться как раз в разговоре с детьми, но так как мы балансируем на грани между виртуальным пространством и физическим пространством, ничто никогда не заменит откровенный разговор. Ну вот, на самом деле мы попа талисе ответить на вопрос на нашем радио слушателье и про доложим нашу беседу. Это интернет ресурс, но и есть физическая толпа. Это друг с краса, это бурт, это папир, это тверд, это тверд, это тверд. Я задал вопрос о том, в каких еще форматах существует сатуре, потому что это не только интернетный ресурс, журнал, но и журнал, который существует в физическом пространстве. Это печатная краска, это буква, это бумага, журнал можно открыть в разных формах. Ну, да, тогда, наика гайта, сатуре, я издавил сатуре, да ж не да ж адус физискус реалус издавума, но и шоврид таки диви традиционали, пар кое, да и спеемы, а ристь тавстит, respektиви, диви издавуми, которые я издавил уже варраги годы пэц картас, но курьем viens, это сатуре, грамата журналс, что-то издавуми, которые мы обрагаем, которые мы обрагаем, мы проти катру вазару ригоем, автору радо шоу-вазару-нметни, где-то, мусьте, мусьте, ган-спейс-байки, ган-даудсоволошайки ракстники, но дошедем жанрем, копии страдают по янам darбам по конкретному тему и тогда, как мы то обкопаем и издадим граммаджурнала. Погащий год изнага янадца гранмаджурнала, который есть граммаджурнала, который называется «Падьирс». Тема была «Падьирс», думая не только по уздеве, но и пар дажаадiem procesiem plaщак gan sabiedрīбā, gan cилоги dzīвēs, kur mums ir kāds augsts сасniegums un pēc tam attiecīgi, саппига piezemеšanās, bet лидзās tam мēs gadу izдodam «Безмaksas» vasaras avīzi, drukātu izdevumu, kas ir valтītas kādai tēmai un kas ir pieejams bezmaksas, dažādās kultūravietās, bibliotēkās un kur tik vēl, un tad tieši mēs šobrīd strādājam, un es tagad varu Продолжение следует... 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 И у нас все-таки, несмотря на это, много общего. Однако, к сожалению, языковый барьер является тем печальным обстоятельством, которое разъединяет. И, по сути дела, это был бы способ, как узнать и понять другого. Напомню, уважаемые радиослушатели, что вы являетесь органической частью нашей беседы сегодня. И беседа эта посвящена теме журнала Сатори и критическому мышлению. Пожалуйста, звоните нам по телефону 6721-2939 и 6721-3939. А также посылайте информацию на номер WhatsApp и SMS 206191. Та тат, меса турпинам рунат пар журнала Сатори, у у нас есть, пара, я у тебя уже татал, но конкретно, так и есть, продуктам и идеям, по всему миру. Как ты считаешь, когда ты анализируешь очень много культурных процессов, авторов, текстов, идеи, performances, как у вас есть тенденция в публике, которая может быть кайтина или скандинава? Я спросил нашего гостя о том, какие процессы и тенденции в латвийском публике пространстве могут вызвать у него печали для раздражения. Это, конечно, это очень важно. эмоционально, как человек по-другому году теперь к этому неизбежит и статус подождать позитиву и мэрина к тому же -на-то ваше то, ну, как у нас вредит это парня по-другому плану это если то что это что это то Не только реальность изглитива системы, как память изглитива, но и августой изглитива, но и так, как человек живет и живет, и, например, в том числе и живет, например, в том числе и культуры. Культуры, в том числе, в том числе, маз, рати и непитеками. В том числе, ускату, что человек, подавод of китерой, межчантов, в телирование, в том числе, в том числе, тому, как в том числе, домашки, и, у нас в том числе, гадフи, в том числе,2016 года, воеврали межчантов, ган гааги, ган эмоционалтиру. Глава результата – клют пар иежутыгаку, гудраку и патрикамаку забедрива лоцекла. Та ir lieta, kas бūtu konstanti jāveicina, jo tas arī noteikti nekad nebūs par daudz. Manuprāt, ja mēs runājam par publisko talpu, ja mēs paskatāmies uz mūsu politiķiem, ir skaidrs, ka lai arī viņi ir iegūši tādu un tādu konkrētu augstāko izglītību, ka tāda kā kultūras izglītība un pasaules apzināšanās ir jautājums, pie kura var vēl strādāt un strādāt? Paldies! Посмотрим на наших политиков, и видно, что несмотря на их образование, в этой области у них у многих есть еще много дефицита. У кого из-за изглитейбаса, журналы, которые веют, ну, венас пузы, нотикума панураму, ну, отрас пузы, вису лаику изоиц, а ар, таксим, ар провокацию, ар ironию, ар тату дистанцу и пашу рефлекцию. Ваи шис, манис носаугтас, тексим, ипашибас, вели у пројм, и отродам, как татс масу феноменц, ваи мес не есам клювущи, мес, я думаю, европейши копума, у мес шею, Латвия, пар дизган, тексим, неквалитативием патеретаем, курием бауда, а айзвин, тексим пеклусы нашего шаубас, критийску дистанции. Я спросил нашего гостя о том, что может сделать в этой области, в области образования, журнал, который нередко предлагает провокативные, провокационные названия, содержания, которые как бы используют иронию, дистанцию и так далее, и так далее. ли мы европейцы вопшем и ипчастности жители Латвиемnym, такими довольно такими винивыми потребителями масовой культуры? Ну, тая утрома, я упротал, я упротал, я тебе пару раз учитывал, что я железно это обзор, что мы будем криваться с помощью цивовая и активностью. Родиски, как будто бы, когда мы были очень активи, это то, что это садовая имя и думая. Да, но мы были в том, что это было в том, что это было в том, что это было в том, а также извели и идентифицирования, которые по теме страдают, и ласают оригиналу. Проблема, это можно сканать, что, не знаю, танты, или веналга танты, а не как-то слегка, но... Но... ...тога, когда Канту передавает 90 минут, ну, как у нас там не так? Не, ну, я думаю, что там есть большая саигня а то... ...пиемо сатура павргагатий, который паста виртуал, а то, что, 80-ти годы, ты верёшься, а то грамату ласить, что тебе не было успеха пазуха со шьем стундам Facebook или YouTube как-то, если мы скатаемся так, то это что-то, 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 что-то не может что-то, не могу сказать, полноценная информация, полноценная информация, полноценная цивилизация, которые собираются с проблемой сатурой пейембе, и константным меклением, как то все регулировать и как то все измельчить. Ну, маннупрят, есть очень важные методы, как каждому индивидуалу, например, я ценю, чтобы, что-то, 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 это, что-то, сатур непастарпинатой, нетраукатой веет. Мне оттуда грибит кaut-какой мэрой писать то изглитиву, потому что, это темно, что это будет буртистость в школе, потому что я постову шето очень дaudзие и отвери, которые мы можем учитывать, но там концентрироваться в одну идею, в одну грамату, в одну культуру спрекшмету, ну, это памят процесс, который может веет. Итак, версия нашего гостя на мой, скажем, критический вопрос о критическом мышлении и связи его с текстами таков. Действительно, существует связь с чрезмерным объемом информации в сети, и понятно, что, упомянутые мной в 80-е годы, когда можно было читать книгу, они были совсем другими по сравнению с периодом, когда можно на 6 часов исчезнуть в туннелях Фейсбука и потратить на это время. Мы стали, может быть, с точки зрения, скажем, потребления, скажем, литературы в физическом пространстве более медлительными, но мы, скорее всего, живем в совсем другом информационном поле, и поэтому параллельно с огромным потоком информации существует также и поиск, как регулировать этот поток. Индивидуальные решения нашего гостя следующие. Несмотря на то, что его, скажем, работа проходит в основном у компьютера, ему нужно работать со всевозможными электронными текстами, он старается по вечерам, по крайней мере, каждый день отложить телефон в сторону и попытаться прочесть книгу в физическом пространстве. И в какой-то степени мы опять вернулись к теме проблем образования, потому что на данном уровне существует, по его версии, скажем, необходимость на уровне школы сохранить традицию или способность концентрироваться на одном тексте или на каком-то конкретном, скажем, объекте или процессе культуры. Мамамамамамам Я задал нашему гостю вопрос в завершении нашей беседы о том, каким образом пандемия смогла повлиять на процесс работы журнала. Если возможно подумать о этом лете, о планах и способности, как может быть все-таки избежать или избежать от этого вируса. Ну, катрā зиņā, мēs ļoti uzmanīgi sakojam līdzi valдības dotiem norādījumiem, у дарам весь успешно, лаи, ну, ј, лаи глупо, венкаршу, узманīтось. У шага гадима мусу отбилда томај изкатас таза, ка ме сцентīшимеся венкаршу шо лаику velтīт цитам льетам, jo цитус гадус вазарам ме с нотеикти рīкот вайраку с тур ласījуму, у цита веида, пасакуму, шогад ме с немеђдинасим шчетка атраст кауду тур апкартеѣу. Т Pros sits, т.е.п.зан скохи, шој јсна и поси тези Orthира пасачан free resу таза таза, dad relay меня жval на годину збилда раатбаз ме клювуси рамака у опклусуси социалā циве, я не знаю, я пats цену, как у них успешно раутись pie dabas, у, ну, те, ксим, то бриво лаику, который кautа веет, он учитывается, и куда-то кautа есть, не знаю, каунс отзывы, я не знаю, что это не было излазано Хомера и Лиаду, а сейчас я сижу и ласу по Вакариям Хомера и Лиаду. Так как, я думаю, я думаю, как ну, татьяну, ле... лаик не надо леек, а это 21. гадсима капиталismus креиенс, где мы живем, лаик, он там есть дефицит, объекты, у тех временений, куда он покорится, мы, я думаю, вае-мак, все зинят, кое-как, что мы с вами делаем, как это делать. Задав вопрос о том, как вы плани идеи на это лето, Наш гость сегодня высказал идею о том, что в принципе пандемия, кризис является скорее возможностью. Именно поэтому известно, что продолжится распространение летней газеты, что кризис и вирус не мешают этому. И с одной стороны редакция внимательно следит за решениями правительства в области преодоления кризиса и предпринимаются всевозможные меры защиты, но с другой стороны раньше мы допустим летом бы занимались может быть некоторыми чтениями или другими публичными мероприятиями. На этот раз мы не будем искать никакой лазейки, не будем ничто заменять, но это будет скорее даже период, когда можно, например, на индивидуальном уровне или индивидуальное решение можно отправиться на природу, можно больше проводить времени там. И наш гость сказал о том, что сейчас он использует время, которого никогда не будет лишнего, никогда его не будет много. Он сейчас читает эпос Гомера и Илиаду, которые, скажем, до этого момента у него не доходили руки. И в завершении нашей сегодняшней дискуссии на тему критического мышления текстов в интернетной среде и в физическом пространстве задам нашему гостю еще один вопрос. Вопрос, связанный с тем, каким образом он может справиться с потоком информации, не в смысле альтернативы информации, а может быть есть что-то вроде детокса. Может быть в старину люди уходили в монастырь на время, потом возвращались, может быть, обновленными и этически и духовно. А как на счет, допустим, твои собственных сценарии, как ты можешь проводить время, или вернее нет, как ты справляешься с тишиной? Татьянулись, нослайгумам, это, может быть, по информативу детоксу, а не просто alternативам информации. Маграк целовеки, может быть, отмекли клостери, ты устуреешь в кааду бриди. Как ты течешь гала ар-клусуму? Ну, я, на самом деле, неизжусь к проблеме, но неизжусь к проблеме. Песаугсим то варду детокс, или нет, это очень святый процесс, куда ты венкарши отстаешь, не знаю, то телефону, Узклусуму, vai изслēгт, у нас бриди, ацлэдзиес, но висе таза драматизм, а информация, с травмами. И вот, из-за-дно решения, рецепт нашего гости, у него нет проблем с тишиной, и, например, говоря уже о том, что вечером можно отложить в сторону телефон, можно отправиться, допустим, на выходных к морю, в Юрмалу, это всего лишь полчаса от Риги, и таким образом можно погулять по пустой Юрмале, и этот своеобразный детокс – такое праведное дело, и правильное дело, потому что необходимо отключить телефон и отключиться, таким образом, от потока информации. И таким образом наш гость наблюдал, что его сознание само себя как-то могло привести в порядок и разложить все по полочкам. Хорошо, тогда я желаю тебе возможности соединить потоки текстов в разных пространствах и тишину. Это очень важно для нас, потому что мы являемся читателями, и редактор, который в состоянии преодолеть эти потоки, с ними справиться, означает, что он будет и далее предлагать нам интересные тексты, которые мы будем читать и обсуждать, развивая наше критическое мышление. Уважаемые радиослушатели, большое спасибо за то, что слушали нас, за ваш звонок, который был очень интересный, и я еще раз напомню, сегодня в гостях у нас был главный редактор онлайн-журнала «Саттори» Хенрикс Элиас Зегнерс. Напомню также, что на следующей неделе, в пятницу в это же время, в 6 часов, мы встретимся с очень интересным человеком. По моему мнению, она уникальна в том смысле, что создает в латвийском пространстве темы, сюжеты и публичные мероприятия, о которых мы часто не задумываемся. Уна Розенбаума расскажет вам о том, в каком направлении нужно двигаться латвийской культуре, и чего нам не хватает, и каким образом мы можем с этими дефицитами справиться. Слушайте нас, это будет очень интересный, яркий гость, с той же интересной, как сегодняшний наш гость. Спасибо тебе большое. Миш, полдейславися, Мелкс Ваккар. Вислава, до свидания.